Привет, Аквафлар! Заходите! Будем с вами сегодня смотреть, как коллекция Realwood смотрится в жизни, как она живет и что с ней происходит. Мы с вами находимся в двухкомнатной квартире, в которой полностью везде, вообще по всей площади, уложен кварцвинил, в том числе и в ванной комнате. Мне очень хотелось сохранить вот эту идею целостности всего пространства и сделать так, чтобы все смотрелось единым полотном. Сделать это с плиткой мне не хотелось, потому что не хотелось плитку именно в зоне спальни, гостиной или где-то еще. Не хотелось ламинат, потому что тогда бы пришлось сделать переходные планки, потому что длина одного вот этого пролета, она бы мне не позволила сделать это все бесшовно. И, естественно, мой выбор в таком случае остановился на кварцвиниле. Частое возражение при выборе материалов у заказчиков вызывает тот момент, когда мы предлагаем устелить все одним полотном и в ванную комнату в том числе. Потому что не совсем понятно людям, как будет себя вести кварцвинил, как это покрытие будет в мокрой зоне, а ванна у нас это с вами мокрая зона. Я вам хочу сказать, что прекраснейшим образом он себя ведет, потому что здесь мы его можем подвести к керамогранитным стенам практически вплотную, оставив зазор, который мы проходим вот таким вот специальным силиконом. Я очень довольна тем, как он смотрится в ванной комнате. Еще он у меня сделан в зоне кухни гостиной абсолютно везде. С учетом того, что окна у меня здесь в пол, есть обязательно вот приступочка, она технологически застройщикам всегда выстраивается. И вот этот порожек убирать, я считаю, что не нужно, потому что если застройщик его сделал, значит он зачем-то нужен. Поэтому обрамить его чем-то, как-то, не знаю, там покрасить, это все очень непрактично. Сделать его каким-то другим материалом, ну зачем-то, тогда это все будет выделяться. Поэтому мы сделали вот этот вот порожек и получился такой мини-подоконничек, точно из такого же кварцвинила. И обратите внимание, 45-й угол, запил под 45, да, как это называется в плитке, он может быть не только у керамогранита, либо керамической плитки. И вот такой вот острый, ровный, красивый стык может получиться и у кварцвинила. Если вы обратите внимание, деревянная тема, она здесь, собственно, наблюдается абсолютно во всем. Это и стол шпанированный, с лавкой, причем обратите внимание, это не просто там стулья, как с одной стороны места, это лавка. Это деревянные ножки у дивана, то же самое с фактурой дерева, вот такие подвесные полки, такая же панель, тоже с фактурой дерева. Дерево для нас всегда было равно натуральность. И всем хочется всегда привнести в свои интерьеры дерево. Ну ладно, может быть не всем, но большинству так точно. И поэтому то, как декор на кварцвиниле показывает вот эту уютность, вот эту какую-то особую мягкость цвета и фактуры, мне очень нравится. Когда мы с вами говорим про красоту, надо не забывать о самых таких базовых элементарных вещах, которые нам не всегда очевидны. Но если вы обратите внимание, вот эта лавка, ну вам конечно сейчас не будет понятно, но я вам хочу сказать так, что она очень тяжелая. Потому что у нее вот этот вот профиль, он такой прям массивный. И сама деревяха тяжелая, то есть стол очень тяжелый, лавка очень тяжелая. И она стоит здесь, вот в ноябре будет год, как она здесь стоит. И если я сейчас уберу с этого места, вы здесь ничего не увидите. Здесь нет никакого следа, а эта лавка стоит все время на одном и том же месте. То есть вот в этом пространстве ничего вы здесь не увидите. Обязательно нужно на ваши предметы мебели, там стулья, столы, что-то еще, на ножки надевать специальные такие силиконовые подушечки, такие, которые будут предохранять ваше напольное покрытие от царапин, от вмятин, потому что это все-таки очень тяжелые такие предметы и вещи. И в таком случае ваше напольное покрытие прослужит вам максимальное количество времени, и это будет даже больше, чем заявлено производителям. Еще у нас осталось посмотреть одно помещение, это спальня. И здесь тот же самый материал на полу уложен. И точно так же обрамлен по рожеку панорамного окна. Единственное отличие здесь будет только в том, что в зоне спальни не уложен теплый пол. Во всех остальных помещениях, в ванной комнате, в кухне-гостиной, в коридоре есть теплый пол. В нашем случае, в моем случае он водяной. А это значит, что не стоит бояться, если у вас есть вот такое желание совместить и кварцвенил, и теплый пол. У меня это работает только, скажем так, зимой. Потому что в летний период времени мне не нужно специально подогревать вот это покрытие, потому как оно имеет свою как-то... Ну, это как-то волшебно так происходит, что температура воздуха и температура самого кварцвенила, они практически одинаковые. И когда я иду здесь босыми ногами, у меня нет ощущения, что у меня замерзшие ледяные ноги. Даже зимой. Я вам сейчас показала, как живу я. И одно дело, когда вы видите фотографии только что уложенного напольного покрытия, где вам говорят обо всяких преимуществах, о том, почему это так круто, и почему нужно именно вот такой вот материал уложить. А я вам сейчас показала покрытие, на котором я живу уже почти год. То есть, вот через два месяца будет год. У меня не поменялось совершенно никак о нем мнение. У меня не создалось никакого впечатления о том, что я себе напридумывала, что на нем не будет оставаться никаких повреждений. И я смотрю, кайфую, и у меня отдыхает глаз. Поэтому, если вы себе планируете делать ремонт, еще пока не выбрали напольное покрытие, то присмотритесь к кварцвенилу фабрики Аквафлор, потому что именно он оправдает все ваши ожидания. Субтитры создавал DimaTorzok